Перемен требует наши сердца, перемен требует наши глаза. Этот отрывок песни лучше всего передает настроение людей перед новогодними праздниками. Каждый хочет войти в него обновленным и выражается это чаще всего через одежду. Обновить гардероб, приобрести что-нибудь неординарное, бросить вызов привычному стилю. И поднять моральный дух. Шопинг, как и что другое, улучшает настроение. Если вы, конечно, выбираете одежду себе, а не сопровождаете супругу по магазинам. Консерваторы, рационалисты и заядлые модники. Одни чутко следят за каждым движением на мировых подиумах, другие надевают то, что удобно, игнорируя веяние стиля. Я сама просто не следую на динаменте, поэтому я считаю, что в душе что угодно, то и нужно надевать. Я одеваю то, что хочу. Я как бы по модным планам нет. Удобно, практично и так далее. Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Так в чем же встречать его? Если сделать выбор между красотой и комфортом не получается, то можно воспользоваться советом древневосточных мудрецов. Это синий, черный цвет, голубой, оттенки воды. Говорят, чтобы это была какая-то новая одежда, яркая одежда, чтобы год прошел ярко. Но у нас принято говорить о том, что мы подбираем цвета по личным предпочтениям человека, по его астрологическому прогнозу. С ориентальными учениями солидарны и европейские стилисты. В главный праздник года можно не стесняться экстравагантных сочетаний. Здесь может быть очень много интересных сочетаний от Total Look, то есть, допустим, весь бежевый цвет, и рубашка, и брюки, и юбка могут быть в одном и том же цвете. Либо играть на контрастах, допустим, розовая блюза и, допустим, синие брюки широкие. Очень такой яркий контраст получается. Если классическая мода не для вас, можно проявить фантазию. Симферопольцам особо близок будет костюм пчелы, символ города-собирателя. Впрочем, к столу придется образ царя Гороха или Петра Первого. И неважно, в чем вы будете встречать Новый год, в костюме пчелы, царя, или, может быть, просто в халате. Самое главное, чтобы с вами была веселая компания и много еды на столе. Александр Кононов, Сергей Козырь. Утро нового дня.